АПЛОДИСМЕНТЫ По-современному. Недавно купили новую стильную плазменную панель. Крутую-крутую. 3D. Выполнена по современнейшим технологиям со всеми наворотами. Мне иногда кажется, что она даже не 3D, а 7D. И еще 5G и 4 ее ПРСТ. Ну, правда, эта панель такая современная и чувствительная, что реагирует на любую непогоду. Вот если за окном дождь, она рябит. Если гроза усилит звук грома так, что у тех, кто ее смотрит, из зубов выпадают пломбы. А если в ТВ-тарелку, у которой на балконе кто-то из соседей бросит окурок, они так любят это делать. Картинка на экране распадается на множество квадратиков. Как будто картину Пикассо периода кубизма держит в руках больной Паркинсоном. Но нас с женой это не расстраивает. Ведь все, кто приходит к нам в гости, завидуют нашей панели. Они не знают, и мы им не говорим, что ее можно смотреть только в ясную безоблачную погоду. Таких дней у нас в году 5 или 6. Зато в эти редкие моменты мы тащимся от того, какая у нее сверхчеткость. Современному можно разглядеть все морщинки на лицах актеров. Замазаны прыщики. Посчитать поры на лицах, волосы в ушах. А у голливудских монстров в ноздрях даже увидеть козявки. Ой, а молодежь нравится так, эта четкость. Ой, козявки. Смотри, смотри, 8 волосинок видно у нее. А еще гости завидуют нашей стильной машине. Тойота, Лексус. Ну, правда, на ней нельзя ездить. Она была несколько раз разбита, мы ее купили по дешевке у дальневосточных рыбаков. И в ее салоне до сих пор так воняет рыбой, как будто рыбаки прямо в ней потрошили китов. Поэтому мы показываем гостям лишь фотографию нашей машины, которая стоит в нашем гараже, до которого надо ехать на электричке с тремя пересадками. И они завидуют, завидуют тому, как мы современно живем. Они завидуют даже нашему компу. Он у нас, тому, какой он у нас четырехъядерный. У-у-у, они не знают. И мы им не говорим, что интернет у нас подключен через телефонную связь. О, знают, да, да. Поэтому скорость соображалки процессора, как у эстонца больного от атеросклероза. Но все равно я с гордостью, с гордостью рассказываю гостям о своей страничке ВКонтакте. О том, что у меня там более трехсот друзей. Правда, двести из них я не знаю. Остальных и знать не хочу. После того, как они под моей записью сегодня разбил машину, поставили свои лайки. Дом стильный. Гости называют наш дом умный дом. И завидуют даже нашим умным итальянским дизайнерским выключателям. О, они срабатывают на хлопок. Но их ставили гастарвайтеры из Средней Азии. Причем из очень Средней Азии. Как-то они так подключили, и теперь эти выключатели отзываются на кашель и на чих. Поперхнулся, свет включился. Подавился, выключился. Поэтому мы стараемся больных, чихающих гостей к себе не приглашать. А когда чихаем сами, предварительно обматываем голову полотенцем. Или засовываем в рот кляп. Завидуют, завидуют гости нашей квартире. Дизайнерской кухни. Она очень стильная. И мы с удовольствием рассказываем им о современнейших кухонных наворотах и, как теперь говорят, опшенсах. У нас на кухне есть даже кулер, пурифайер и дистурбатор. Вот, правда, мы не знаем, что это такое. Мы их купили, потому что нам дали на них скидку 98%. Их вынес нам сторож с таможенного склада. Он же выписал на эти агрегаты личную гарантию на своем рецепте, который ему выписал врач-психиатр. И холодильник у нас супердизайнерский. О-о-о, на дверце калаш из картин Дали и Босха. Мы, конечно, скрываем от гостей, что по ночам холодильник ни с того ни сего начинает дрожать, фыркать, рычать. Иногда подпрыгивает и однажды ночью прискакал к нам в спальню. Представляете, что с нами было? Мы спим, а к нам, рыча, врывается калаш из картин Дали и Босха. Конечно, всех впечатляет наш стильный антикварный будильник. Как сказал нам сторож, который вынес его со склада, о, этим будильником пользовался сам Будда. Когда один из гостей узнал стоимость будильника, сказал, что за такие деньги он бы сам мог быть Будда и приезжать к нам будить по утрам. И, конечно, в спальне всех восхищает итальянская брендовая мебель. Очень дизайнерская. Женщины, все без исключения, восхищаются. О, если бы у меня была такая кровать. Видимо, у них рождаются эротические фантазии. Они не знают, что кровать собрана белорусами в Польше из армянского гипсокартона. Поэтому лежать на ней надо очень осторожно и стараться не шевелиться. Впрочем, мы давно женаты. Странно, что дальние ряды молодежные реагируют на это. А еще мы приводим гостей в нашу дизайнерскую ванну. Плитку в ней клеили молдаване. Поэтому мы ее называем между собой молдаванная. Да, и вам так надо это называть. Краны душевые насадки выполнены по современнейшим нанотехнологиям. Они насыщают воду ионами, электронами и пемизонами. Да, пемизонами. Потоки которых, как сказано в инструкции, увеличивают потенцию и размер груди. Правда, в инструкции не уточняется, чьей груди. И за три года потенция увеличилась почему-то у моей жены, а у меня, к сожалению, только грудь. И опять все женщины без исключения вскрики. Ох, если бы у меня была такая ванна, я бы мыл с ней каждый день. Как будто они моются не каждый день. Слава богу, они не знают, что мыться в ней надо очень осторожно. Душевая насадка на носитечку постоянно слетает и бьет по голове. Бьет вместе с пемизонами. Так, бряк, бряк. Можно пемизоны считать. Бряк, пемизон ударил. Поэтому, когда принимаешь душ, надо ситечко придерживать рукой. Потому что, если насадка слетит, шланг вырвется и начинает метаться по нашей дизайнерской ванной. За ним надо бегать. Бегаешь, материшься, а он тебя поливает. Вот такой. Однажды я спросил жену, ты зачем материшься на шланг? А она говорит, он первый начал. У нас классная ванна. Джакузи. 68 форсунок. Правда, когда ее включаешь, джакузи, из этих форсунок летит ржавчина, грязь и комары. И на всю квартиру такая вонь, что джакузи можно принимать только в противогазе. Ну, гости не знают. Женщинам немедленно хочется залезть в нашу ванну. Мы им не говорим, что антикварная пробка времен Екатерины II. Антикварная пробка. Ну, просто она меньше в два раза по размеру, чем сливное отверстие в ванне. Поэтому, когда принимаешь ванну, отверстие надо затыкать пяткой аккуратно. Или садиться на него. Засасывает конкретно вообще. На ягодице синяк остается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова